25 мая свой первый единый государственный экзамен будут задавать девятиклассники, а 28 мая – география и информатика выпускников. Их в этом году 285. Сдача ЕГЭ – это волнение, переживание для учеников и большая ответственность для организаторов. Каждое движение в аудиторию во время экзамена фиксирует камера видеонаблюдения. Не должно быть ни минутного сбоя в процессе сдачи. Вот это станция печати. То, что в этом году на каждом экзамене будет происходить. Печать будет контрольно-измерительных материалов, вот полного пакета, будет происходить именно перед участниками экзамена. В зоне видимости, естественно, наблюдателей. Вот кимы. Да, это контрольно-измерительный материал. Это распечатано именно с этой станции печати. Мы проверяли качество. Качество соответствует необходимому заявленному. Все на месте контрольные точки, о которых мы вчера говорили, достаточно четко видны клеточки. Мэр Новошахтинска Игорь Сорокин интересуется всеми нюансами. А потом лично докладывает министру образования о готовности города к сдаче ЕГЭ. Ведь сдавать экзамен будут не только новошахтинские школьники, но и выпускники соседних городов. Хочу сразу всех успокоить. И родителей, и детей. Паники и волнения не должно быть. В течение всего учебного года мы готовились. Мы проводили большую информационно-разносительную работу и с родителями, и с детьми. Очень много было тестовых мероприятий именно по предметам, начиная с русского языка и заканчивая общество знанием. Но 2018 год, чем будет отличаться от 2017? Прежде всего, в каждой аудитории будет распечатываться индивидуальные контрольно-измерительные материалы для каждого выпускника 11 класса. В онлайн-транслировании будет продолжаться таким же образом, как и было в 2017 году. По особенностям предметов мы более детально каждому ребенку рассказывали. И на классных часах, и на предметах на родительских собраниях родители уведомляли. То есть, отличие только то, что все контрольно-измерительные материалы будут распечатываться сразу при детях, в аудитории, где в каждой аудитории также традиционно присутствует аккредитованный общественный наблюдатель. Особенно с 2018 года. Создан Донской корпус общественных наблюдателей. То есть, была рекомендация Министерства образования обучения общественных наблюдателей. То есть, мы можем сказать, что не только руководители пунктов проведения ЕГЭ, организаторы в аудиториях, технические специалисты, члены ГЭК прошли обучение. То есть, курсы повышения квалификации. Но и общественные наблюдатели. Любой житель города, любой человек, который проживает на территории Российской Федерации, может быть аккредитован заранее. То есть, они получают удостоверение, приходят с паспортом, с бэджиком. Именно там указаны конкретные даты, на которых он будет присутствовать, общественный наблюдатель на экзаменах. То есть, всю процедуру мы неоднократно репетиционную проходили, принимали и во всероссийских тренировочных, и в областных тренировочных мероприятиях. Вот 17-18 последние тренировочные мероприятия были. Они были и с детьми, и без детей. То есть, я надеюсь, что мы готовы. И вот сегодня очередные мероприятия, которые направлены именно на технологическую подготовленность. Если с детьми в течение года мы занимаемся, то мы еще раз прошли тестирование, видеонаблюдение систем с 14 по настоящее время мая. Обязательно, чтобы с двух камер в аудитории ребенок просматривался, чтобы не было мертвых зон. Мы выходили на сайт, мы смотрели, есть ли у нас замечания. Слава богу, у нас их нет. То есть, ракурсы выставлены направлены. Все требования к аудиториям, согласно методических рекомендациях, мы выполнили. Ну и самое главное, что сейчас мы готовы к началу и готовы аттестации. Пункт приема сдачи ЕГЭ в седьмой школе готов. С предприятия коммунальные котельные тепловые сети привезли запасной генератор на случай, если вдруг произойдет аварийное отключение электроэнергии. По команде персонала школы дается команда электрику, которая будет находиться здесь, и он подает напряжение. Вы попробуете это сделать? Можем сделать, да. Первая школа от отключения электроэнергии застрахована на сто процентов. Во время капитального ремонта здесь была установлена стационарная подстанция, которая мгновенно включает подачу электричества в случае отключения основной линии. И тем не менее, ее работу необходимо проверить. Сотрудники запрашивают разрешение на переключение подстанции ТП-26. Отключат школу номер один, после чего должен заработать дизель автоматически. Дизельная электростанция включится в течение пяти секунд после отключения электроэнергии и будет снабжать освещением все здание. Компьютеры снабжены бесперебойными источниками питания, и они этого не почувствуют. Ну вот, кажется, все моменты учтены, все необходимые службы задействованы, и можно дать оценку готовности. На самом деле на все 100 баллов готовы школы и седьмая школа, и первая школа. Здесь вот все, и аудитории, и мы сегодня проверили работу резервных источников питания. То есть полностью школы, я считаю, подготовились на высшем уровне. Сбоев у нас не было ни разу, и мы с каждым годом уровень повышаем, именно уровень подготовки наших учреждений к проведению итоговой аттестации. И наши дети, и наши родители. Понятно, что для детей, для родителей это такое очень некое потрясение, скажем так, сдача экзамена. Ну, ее в любом случае нужно пройти. И я уверен, что у наших детей все получится, и будут хорошие результаты. Не только будет хорошая подготовка наших аудиторий, наших школ, но и я уверен, что и очень хорошая подготовка наших детей к экзамену. И все экзамены будут сданы на высоком уровне. Хочу им пожелать не только хорошо сдать Единый государственный экзамен, ГИА, но и, естественно, осуществить те мечты и желания, которые у них уже есть по поступлению, дальнейшему поступлению в высшие учебные заведения, чтобы это все, конечно же, осуществило. Для этого они очень-очень много работают. Не просто мечтают, но и работают. И при поддержке наших учителей, преподавателей все это делается. Естественно, родителей, которые вкладывают душу, сердце в своих детей. Поэтому хочу еще раз пожелать всем удачи, спокойно, уверенно пройти экзаменационные испытания и получить хороший результат. У порога школы Игорь Николаевич встретил девятиклассников и пожелал им успешной сдачи предстоящих экзаменов. Спасибо!